МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города и региона. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Денис Капля. Скорое новоселье. 2000 жителей Самарской области в этом году переедут из аварийного жилья в новые дома. Подробности через пару минут. Новая жизнь с большой перспективой. В Тольяттинском государственном университете состоялся главный праздник выпускной. Более 3,5 тысячи студентов ТГУ закончили свое обучение. За знаниями в новую школу в Тольятти ведется строительство школы в 20-м квартале. Вместимость 1600 человек. О ходе и сроках строительства в репортаже моих коллег через пару минут. Тысячи семей Самарской области получат новое жилье до конца 2023 года. Вопросы о переселении граждан из аварийного жилья, капитального ремонта, многоквартирных домов, замены лифтов и реконструкции очистных сооружений обсудили на совещании. Его провели губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонд содействия в реформировании ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор организации Константин Цицын. Напомним, что по программе расселения в прошлом году улучшили жилищные условия более 2 тысяч человек. В этом году новоселье отпразднуют также 2 тысячи жителей. Договорились, что есть возможности пораньше закончить. Мы рассчитываем, что программа будет выполнена в Самарской области где-то пораньше. Это даст возможность тысячам семей, которые сегодня в аварийном жилье, а как правило даже снимают жилье, потому что не в нем живут, получить пораньше свои собственные квартиры и дома. Вот огромное за это спасибо. Этот подход, нацеленный на опережающее решение проблем людей, мы будем здесь внедрять в Самарскую область и дальше. Еще одним важным направлением является капитальный ремонт многоквартирных домов. Там же вопрос замены устаревших лифтов. По словам Дмитрия Игоревича, несколько лет назад работа практически не велась, но ситуацию исправили, и только в этом году будут обновлены более 200 лифтов в домах Самарской области. Зачеты экзамены в прошлом, впереди новый профессиональный этап. 3,5 тысячи студентов окончили опорный вуз ТГУ. Эмоции хорошие, радостные. Смешанные чувства, да, и радостно, и грустно одновременно. Последний день мы все вот так вместе, своей группой, и это очень здорово на самом деле. Да, день этот запомнится надолго нам, потому что, ну, он знаковый. Что мы 4 года учились, учились, и наконец этот день настал. Мы действительно к этому долго шли, и достойны выйти отсюда. Впервые в этом году выпускаются учащиеся, которые на протяжении всего обучения занимались профессиональной проектной деятельностью. Это дает навыки работы в команде, помогает реализовать бизнес-идеи, открывает путь к сотрудничеству с предприятиями города. Я хочу поприветствовать всех выпускников, всех родителей, всех педагогов от имени главы городского круга Тольятти Николая Фредовича Ренца. Пожелать только звездного пути, обязательного достижения, задуманного результата. Пусть все получится. Мы всегда ждем вас в нашем городе Тольятти. Работодатели города уже ждут выпускников на собеседование. Давний партнер вуза АвтоВАЗ готов тоже принять молодых специалистов. Предприятие уверено в этих кадрах, поскольку АвтоВАЗ принимает непосредственное участие в их подготовке. Более того, с этого года партнерство будет расширено, если раньше заключались договоры по подготовке студентов последнего курса, то теперь в программу могут вступить учащиеся вторых-третьих курсов. После выпуска ребята смогут работать в инжиниринговом центре АвтоВАЗа, который входит в глобальную семью инженерных центров группы Рено. Всего с 2018 года на предприятие трудоустроилось около 150 выпускников ТГУ. Партнерство с ТГУ и АвтоВАЗом у нас очень давнее, уже испытанное, и нам очень нравятся те результаты, которые мы имеем от взаимодействия. В чем взаимовыгодность? Мы получаем готового специалиста и уже адаптировано к рабочему месту, к тем задачам, которые он должен решать, как только придет на АвтоВАЗ. А в свою очередь студент получает, учаясь в университете, дополнительную программу обучения. В 20-м квартале продолжается строительство школы, и она рассчитана на 1600 мест. Объект планирую сдать в эксплуатацию в конце 2022 года. Строительство школы ведется в рамках нацпроекта образования. Первый раз сталкиваюсь за свою практику с таким масштабным строительством, тем более школы, то есть она состоит из шести блоков. Очень интересные конструкции, то есть внутри школы очень много для детей сделано. Проект школы включает в себя столовую, бассейн, четыре спортивных зала, стадион, две баскетбольные площадки, которые планируются трансформировать зимой в хоккейные корты. Отметим, что на территории будущей школы будут проведены работы по благоустройству и озеленению. В общей сложности на строительство учебного заведения выделено более одного миллиарда рублей. Средства поступят из федерального, областного и местного бюджетов. Масочный режим никто не отменял. Важно соблюдать элементарные меры защиты. На территории нашего города продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима и санитарных норм в торговых центрах, магазинах и маршрутных такси. Так, в строительном магазине на Южном шоссе прошла очередная проверка. Сотрудники Роспотребнадзора, администрации и правоохранительных органов проверили, как устроен контроль за соблюдением масочного режима на торговой точке. Каждый магазин, который осуществляет продажу товаров либо услуг, должны предоставляться маски, соблюдаться масочный режим. То есть посетители внутри магазина должны находиться в масках, так и на контрольном расчетном пункте. Соблюдать дистанцию полтора метра. Нарушители масочного режима попадают под санкции статьи. Им грозит штраф. В разных регионах штрафы разные, а вот владельцам торговых точек помимо штрафа грозит приостановка деятельностей юридического лица. И к другим темам. Дорога без опасности. Тольяттинские дошкольники изучают правила дорожного движения в игровой форме. Так запоминаются даже самые сложные вещи. А знания проверяют настоящие инспекторы ГИБДД. Организовать увлекательное обучение помог Тольятти Азот. Корпорация «Грантам» поддержала проект Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Планета». Как маршрут познавательной игры прошли воспитанники «Если сада тюльпан» узнала наша съемочная группа. Обращаю вас на игру «Дорога безопасности». Обычная утренняя прогулка начинается необычно. Светофоры, самокаты, дорожные знаки. Двор детского сада превратился в полигон для увлекательного квеста. Бать правильно сойдет с самокатом. Теперь что делаем? Стоп, машина. Ты посмотрел по сторонам? Ты убедился, что машины нет? Игру проводит Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Планета». В конкурсе «Химия добра» корпорации «Тольятти Азот» педагоги центра выигрывали гранты уже дважды. Благодаря «Тольятти Азот» мы получили новое оборудование. У нас новые самокаты, новые дополнительные доски. И с каждым разом мы свои игры стараемся усовершенствовать так, чтобы что-то новое добавлять, чтобы это было интересно. Играя, дети учатся переходить дорогу, управлять самокатом, узнавать дорожные знаки и запоминать правила. Вот девочка у нас нарушает. Что она нарушает? Она закрыла глаза и прыгает. Она прыгает на скакалке возле проезжей части. Вместе с детьми задания выполняют воспитатели. Если с детьми играть, они очень хорошо это все запомнят. А если просто давать знания, то я думаю, что ребятам это будет неинтересно. А именно в игровой форме дети очень хорошо запоминают любые правила. На средства грантов конкурсы «Химия. Добра. Квесты по безопасности дорожного движения» только за неполных два месяца прошли примерно две тысячи тольяттинских ребят. Ребята с большим интересом участвуют в организованном для них конкурсе, где научились действовать в сложных дорожных ситуациях, а также на практике закрепили знания безопасного поведения на дороге. Только в ясли саду «Тюльпан Квест» дорога безопасности проходит уже в четвертый раз. В городе это единственный ведомственный детский сад. Толять Азот заботится о его материальном оснащении и гармоничном развитии воспитанников. «Канцтовары, игрушки, бытовая химия, ремонтные работы, в общем, все-все-все нам обеспечивает завод. Это единственный детский сад на шлюзовом районе, в котором есть плавательный бассейн. У нас детки купаются, начиная с младшей группы и до подготовительной. Наконец, подготовительная группа, они у нас уже умеют плавать». Помимо этого, ТОАС обновил на прогулочных участках мафы. «Всегда обеспечивает детей большим выбором игрушек и полезных развлечений». «Намучились. Надо смотреть по сторонам. Когда, если нет машин, можно, зеленый цвет есть у овечек, можно просто проезжать с самокатом, просто идти и возить самокат». «Я научился приходить в дорогу». Юных участников дорожного движения за активную игру наградили призами и доверили большую ответственность. «Вы теперь у нас стали агентами дорожной безопасности». Эти дети теперь со знанием дела могут сказать. «Соблюдайте правила дорожного движения». А их учителя надеются выиграть еще новый грант химии добра уже на интерактивное оборудование. Чтобы как можно больше ребят и как можно лучше запомнили правила дороги безопасности. Игорь Речман, Евгений Черемин, Новости Тольятти. Бесплатная и добровольная в губернии продолжается вакцинация против коронавируса. Сегодня сделать прививку можно везде. И в поликлиниках, и в мобильных пунктах, и даже в больших торговых центрах. Особенно ценят возможность защитить себя от коварной инфекции те, кто уже переболел. Эти люди не понаслышке знают, насколько опасен новый вирус. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. Бывший министр здравоохранения Самарской области Галина Гусарова переболела коронавирусом осенью прошлого года. Две недели она провела в реанимационном отделении ковидного госпиталя в больнице имени Середавина. Чтобы больше этого не повторилось, Галина Ивановна решила сделать прививку от коронавируса и защитить себя и близких. Везде идет информация о необходимости вакцинации. И правильно, что она идет, такая информация. Я во вторник сделала прививку. Прививку первую, спутник. Хотя у меня есть антитела. Но они стали снижаться. А коль стали снижаться, необходимо сделать прививку. И я понимаю, что даже привитые могут заболеть, но заболевание будет протекать совершенно по-другому. Это не так, как я болела. Не так, как те люди, которые ушли из жизни. В регионе более 625 тысяч человек уже сделали прививки от коронавируса. Из них свыше 450 завершили вакцинацию. В прививочной кампании в регионе сегодня задействованы более 60 организаций. Организовано 168 прививочных пунктов. Работает 24 передвижных комплекса. Для повышения доступности вакцинации от новой коронавирусной инфекции работают круглосуточные прививочные кабинеты в городах и районах губернии. Юрий Сколов, Новости Тольятти. И о других событиях расскажем далее в нашем коротком обзоре за одну минуту. Будущих чемпионов поможет определить современная техника. В Самарской области планируют открыть еще два новых центра спортивного тестирования. Они будут выявлять предрасположенность детей к физнагрузкам преимущественно в возрасте от 6 до 12 лет. Оценивается свыше 150 показателей. Реакция, выносливость, гибкость, внимание, темперамент и другие. Также на современном оборудовании можно определить предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта. А тренерам будет легче выявить сильные и слабые стороны своего подопечного. В Тольятти полным ходом проводится благоустройство дворов. Так, ремонт начался около 21-го и 25-го домов на улице Ярославской. Планируется провести ремонт подъездов, тротуаров, установить новые скамейки и урны. Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 27 дворов во всех районах Тольятти. Сегодня в шести дворах работы выполнены в полном объеме. В Самарской области создадут единый цифровой сервис для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Он станет площадкой, на которой профильные ведомства будут сами предлагать семьям различные варианты поддержки. Набор функций электронной платформы может быть достаточно широким. Содействие в поиске работы, информирование о возможных соцвыплатах, других мерах господдержки, консультанты по вопросам семейных отношений. Вы смотрите новости Тольятти. Продолжаем выпуск. Вайбер-канал на заводе и музей Автоваза объявляют о начале совместной акции «Знакомое лицо». В течение месяца на заводе будет публиковать фото, которые были сделаны в различных заводских производствах некоторое время назад. Если вы узнаете на них себя или своих друзей, знакомых, родных, вы можете обратиться в музей и бесплатно получить оригинал фотографии. Такими были новости дня. Итоги всей прошедшей недели, как всегда, подведет программа «Обозреватель». И вот о чем в понедельник расскажут мои коллеги. Новые скверы, помощь ковид-госпиталям. Какие еще проекты были в реализованы партия «Единая Россия» за последнее время и как они изменили жизнь людей. Об этом представители партии подробно рассказали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Позади пять лет ответственных решений почти 700 новых законов региона. В Самарской губернской думе завершил свою работу шестой созыв депутатов. Впереди выборы и новый состав. День, когда создаются самые счастливые семьи. 8 июля в России отметили праздник любви, семьи и верности. Все больше младых пар Тольятти в этот день вступают в брак. Покажем их красивых и счастливых. Наше признание в любви всему городу, как компания «Лада Медиа». Телеканал «Тольятти-24» поздравили тольяттинцев с днем любви, семьи и верности. Об этом в конце выпуска. Удивительные женщины живут в Тольятти. В доме инспектора ГИБДД Ольги Анисимовой. Семеро по лавкам буквально, а восьмой на подходе. Многодетная мама уверена, главное правило на дорогах жизни – это любовь. И о спортивных событиях спонсор рубрики «Агролада-сервис». Официальный дилер «Лада» – автосалон «Агролада-сервис». Все модели в наличии. Выкуп вашего автомобиля на выгодных условиях. Гарантийный ремонт, сервисное обслуживание в рассрочку. Улица Ботаническая, 10, телефон 75-91-11. На стадионах труд и торпеда прошел кубок Тольятти по легкой атлетике. Лучшие легкоатлеты города встретились на беговой дорожке, в секторах для метания, прыжков. Программа соревнований включала бег, толкание ядра, прыжок в длину, прыжок в высоту, метание молота и диска. В соревнованиях приняли участие 338 спортсменов. 11 июля в лесной зоне Тольятти в Центральном районе будут проходить чемпионаты первенства Тольятти по велосипедному спорту «Маутинбайку». Предварительные заявки принимаются на электронный адрес, который вы видите на своем экране. И о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Компания «Аллегра». Шторы, карнизы, жалюзи. Огромный выбор. Улица Революционная, 1. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте tv-toliaty24.ru, в приложении «Тольятти-24» и в наших группах в социальных сетях. Так, например, вы сможете подробнее узнать о том, что советуют врачи, страдающим аллергией летом, а также о том, где и как получить электронные дубликаты документов. Все подробности на нашем сайте. Заходите на tv-toliaty24.ru, читайте, смотрите новости. С вами был Денис Капля. Всего доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА